В этом выпуске мы заберемся на маяк и посмотрим на Амет с высоты птичьего полета, а также совершим экстремальный подъем на гору для того, чтобы увидеть вулкан Агунг с невероятно красивого ракурса. Мы занырнем в глубины океана и посмотрим на затонувший корабль и посетим водный дворец Тирта Ганга с его забавными обитателями. Привет, друзья! Мы сегодня приехали на Амет и в этом видео вы увидите самые прикольные места на Амине. Он находится на восточной части острова Бали. Вообще это маленькая такая деревушка. И по пути в Амет мы полюбуемся красотами восточной части острова и заглянем в водный дворец Тирта Ганга. Итак, друзья, мы приехали в дворец под названием Таман Тирта Ганга. Это неподалеку от Амеда. Вау, какая классная! Ты видел вот это? Лариса, теперь смотри сюда. Чё, не спят, что? Чё, не спят, что? Чё, не спят? Я луа, а ты в ночь. У меня деньки хорошие. У меня деньки хорошие. Готовится к ночи. Ага. Ход в этот дворец стоит 50 рупий за человека, за взрослого. За ребенка 15. Сейчас мы... Лариса попробует вначале сама. Дорошки пахнут едой для кошек или собак. Побольше, побольше возьми. На данный момент это еда для рыб. И смотрите, что сейчас будет. Кидай, кидай. Здесь просто кишат они. Они тут поводки пошли. Да, они постоянно тут живут. Здесь вот такой вот есть, типа, детской игры. Мне напоминает эту детскую игру. Смотри, там международка у тебя какая-то махина плывет. Вау! Невероятно живописные виды. Ну, естественно, естественно. В любом таком подобном месте мы наблюдаем достаточно много. желающих этим любоваться. Фотографироваться. И фотографировать. Мне почему-то кажется, что раньше это была резиденция какого-нибудь принца. Ну, или какого-нибудь богатого человека индонезийского. Он здесь жил среди таких садов, прудов, фонтанов. А сейчас из этого сделали туристический объект. Балийские духи. Они на самом деле не злые. И вот такие даже очень веселые. Тиртаганговский пикник. Тиртаганг. 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 Тиртаганг... Тиртаганг. Продолжение. Тиртаганг. 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 Планг. ССС team X. Многоуровневая, да? Ландшафта Аккуратно, да? Я хорошо Что с тобой? Все хорошо Все хорошо У тебя есть бананы? Два или один А Ларис? А смотри сколько бананы Я хочу Вот в таких шляпах местные аборигены Ухаживают за рисовыми полями Можно вот так вот сделать И якобы он трейдом Чааааа Желаю всем вот так вот пить кофе с такими видами, а все почему? Потому что мы едем в Амет. Вот мы и добрались до нашего места жительства. Сейчас мы возьмем ключи от номера и продемонстрируем где мы проведем ближайшие несколько дней лом петухи так за мной за мной по тайным коридорам то место где мы сейчас остановимся его нету на картах мира и на google maps тоже вот как-то случайно так вышло что мы знаем про него и здесь потрясающий вид и прямо но с выходом на пляж вот мы приехали. Лариса, да. Чангу из? Букит. 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 где все снорклет и где все давят и так далее и мы получается будем в самом ее сердце я хотел бы жить у моря чтоб почти у кромки воды чтоб песок горизонты горы и волна целует следы я хотел бы жить у моря чтобы ветер в лицо мне дул чтобы жил я не зная горя и под вечер поставив стул на террасе за чашкой чая я смотрел бы на алый закат тихий пляж озаренный лучами и на волн золотых перекат итак друзья после приема пищи завтраком мы идем на море точнее идем снорклить сейчас я надену масту ласки ласты чё по кайфу здесь на меди жить очень очень круто ты с утра просыпаешься у тебя шум прибоя вот эти волны здесь они небольшие два шага и ты сразу в океане так ну чё приступим к подготовке вначале мы монтируем камеру это новый экспириенс потому что до этого мы не использовали такой крепеж посмотрим как он будет работать затем нам надо надеть маску богус ну и собственно напиливаем маску одним простым движением руки брюки превращаются ноги превращаются в элегантные плавники не на самом деле на так ходить так ну с богом леско мастер – это не только что леско – это не только что лечит молодежи мастер – ты не будешь речи мастера – у тебя на запах и у тебя не прежде не Выходят на арену циркачи Здесь есть красавец вулкан, который зовут Агунг. Это святое место у балийцев, и он невероятно большой. И если отсюда вот и глянуть на него, то его офигенно отсюда видно. Сегодня вообще считается один из самых безоблачных дней, и вулкан видно очень классно, и видно, что облака чуть ниже даже его вершины. Мы планируем сегодня подняться на какое-то место, которое позволяет увидеть вулкан с определенного какого-то крутого ракурса. Я там ни разу не был. Мне тоже очень интересно и любопытно, что же будет. Потрясающий вид. На видео это все не так, на самом деле. Как воочию воспринимается, он настолько громадный. Вот до него сейчас еще ехать примерно час, около 30, может быть, километров. Но он ощущается рядом. С учетом его размеров, это так и есть, что мы находимся прямо рядом. Продолжение следует. подъем конечно был вообще это страшно на самом деле спускаться будет мне кажется очень сложно то что чек какую часть я тащил байкность на нем ехать невозможно там стоит трекшн это такая функция которая при пробуксовки колеса отбивает газ не дает его дальше газовать но она как бы не пробуксовывать получается из-за этого мы не едет в общем дело о май гад так что пойдем на этот помостик вот это вид отсюда место конечно вообще бомбическое парочка молодоженов похоже на китайцев тут китайцы везде они киборги они заполонили всю планету блин отсюда конечно вообще вот эта палатка вот это даст посмотреть какой вид просто но 3 и сейчас когда слушай а может мы тоже себе купим палатку и поживем тут пару дней потому что поглядит вообще просто деревья сейчас как солнце зайдет за гору и она вот так осветится сейчас не видно ее это будет вообще просто божественно ну как вода в курсе это какой-то лодка а помнишь это была сказка такая в детстве когда он это летучий корабль был вот это как раз про него в общем дождались мы когда солнышко сядет за за гору спрячется это невероятное ощущение в той части еще она до конца же не села за горизонт получается в той части освещается солнцем а здесь уже тень и там вот солнце блин и такой он громадный просто но 3 и получается что облака плывут даже где-то чуть ниже середины его о май гад а был охренеть вообще какой вид и и и и и и в эфире time to travel сегодня мы приехали на spot где затонул какой-то старый японский корабль и мы хотели сегодня это будет впервые нашей жизни исследовать это место и посмотреть действительно там есть корабль или что-то что от него осталось мы постараемся заснять это на подводную камеру и добавить эти кадры в эфир спускаемся по лестнице за мной предположительно этот корабль затонул во время второй мировой войны но доподлинно неизвестно действительно ли он принадлежит стране восходящего солнца такой вывод сделали знатоки по корабельному туалету так как он по стилю больше всего напоминает японский корабль чтобы вы понимали какая температура на бали именно сейчас пластиковые фишки просто мы остановились потому что увидели вот этих прекрасных двух существ и не знаю насколько они дрожжелюбно или агрессивно но они нет ни на привязи надеюсь они не выберут меня бодать вот это вид маленькие черные козлятки мы приехали на маяк который находится на меди это относительно новое сооружение вот и не так давно его здесь не было сейчас мы покажем какой вид самой верхней точке маяка идем за мной довольны так вот выглядит маяк изнутри сейчас нам предстоит преодолеть все эти ступеньки многочисленные чтобы подняться на самый верх i'm here мы уже на 10 этаже кузнячок здесь крутится такая вот линза громадная просто невероятных размеров ларис ларис помаши ручкой ларис так и вот получается мы поднялись почти почти хочу подчеркнуть на самый верх маяка мы поднимаемся выше давай ларису я забрался на самый верх там такой ветер что страшно вот так руки отпускать потому что боишься что пойдет что-то не так тебя сдует просто-напросто а не хочется берегите голову индонеза не строит под себя не росточку-то невысокого да здесь тоже ветрено это современный старец старец фура он медленно продолжает свой путь который всегда ведет небесам сэнки брон сэнки брон from russia телек колоночки столик они тут картишки режутся так вот и живут ребята старцы фура и из индонезии да бизнес у них тут прикольный 50 рупий за персону чтобы подняться на маяк естественно что это вся история придуманная туристами и приприимчивые балийцы просто воспользовались этим ну чё живут припевающе ничего делать не надо только руку протянуть и улыбнуться и денежку взять сказать и не да окей вы хотите подняться на маяк да мы хотим one hundred for two person окей но проблем конечно потрясающе рекомендую тем кто не был никогда на маяке подняться туда на этом я думаю мы закончим наш обзор про амет дальше мы хотим поехать син гараджу сейчас мы находимся на востоке это будет на севере острова бали и продолжим наш репортаж оттуда спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал будет много интересного спасибо за просмотр!